Здравствуйте! Вашему вниманию представлена видео лекция на тему «Понятия, задачи и система уголовного права. Наука уголовного права. Уголовный закон». Лекцию читает доцент кафедры уголовного права и криминологии, подполковник полиции Десюмбаева Алиякин Жигалиевна. Рассматриваемые вопросы 1. Понятия, задачи и принципы уголовного права Республики Казахстан 2. Предмет и метод науки уголовного права 3. Понятия уголовного закона и его значения 4. Структура норм уголовного закона 5. Действия уголовного закона во времени и в пространстве 5. Обратная сила уголовного закона 5. Понятия, виды и приемы толкования уголовного закона Используемая литература Конституция Республики Казахстан 6. Закон Республики Казахстан 6. Закон Республики Казахстан 6. Уголовное право 6. С МНО 5. Определяющие преступность и наказуемость деяний 7. Статья 2 Уголовного Кодекса Республика Казахстан 7. Относит к задачам уголовного законодательства 8. Защиту 8. Прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 9. Собственности 9. Прав и законных интересов организации 10. Общественного порядка и безопасности 10. Окружающей среды конституционного строя территориальной целостности Республики Казахстан, охраняемых законом интересов общества и государства, а также охрану мира и безопасности человечества, предупреждение уголовных правонарушений. В уголовно-правовой теории с учетом анализа уголовного законодательства и практики его применения отечественных и международных правовых традиций выделяются следующие принципы – законности, справедливости, равенства граждан перед законом, личной виновной ответственности, гуманизма, индивидуализации уголовной ответственности и наказания. Наука уголовного права – это часть правоведения, которая представляет собой одну из ветвей науки об обществе. Под наукой уголовного права понимается система взглядов, идей и представлений об уголовном праве, его институтах и путях развития. Действующее уголовное законодательство Республики Казахстан состоит исключительно из Уголовного кодекса Республики Казахстан. Иные законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат применению только после их включения в Уголовный кодекс. Часть 1. Статья 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Структура норм уголовного закона. Норма уголовного закона состоит из трех частей – гипотеза, диспозиция, санкция. Гипотеза – условия применения. В нормах уголовного закона она предполагается. Например, если лицо совершит определенное деяние, то оно наказывается определенной соответствующей санкции. Диспозиция. Часть нормы, в которой указываются или описываются признаки конкретного преступного деяния, например, открытое хищение чужого имущества, грабеж. Часть 1. Статья 191 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Санкция. Часть нормы, в которой определяется конкретный вид и размер, назначаемое за совершенное деяние наказание. Например, определенное деяние наказывается лишением свободы на срок до трех лет. Преступность уголовного закона во времени. Статья 5. 6 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Преступность и наказуемость деяния определяются законом, действующим во время совершения этого деяния. Уголовный закон вступает в силу. Следующие случаи. С момента указанного в самом законе. По истечении 10 календарных дней после первого официального публикования. Если в самом акте или акте о его введении в действии не указаны иные сроки. Теряет силу в случаях. По истечении срока, на который был принят этот закон. Принятие нового закона, которому противоречит положение ранее изданного закона или его части. Или который поглощает ранее изданный закон или его часть. Признание принятого закона неконституционным в порядке, установленном Конституции. Признание акта или его части, утратившим силу органам, принявшим этот акт, или иным полномоченным на то органам. Действие уголовного закона в пространстве. Предметы действия уголовного закона в пространстве определяются следующими принципами. Территориальным, гражданство, реальным. Территориальный принцип ст. 7 Уголовного кодекса Республики Казахстан определяет действия уголовного закона в отношении деяний, совершенных на территории Республики Казахстан. Уголовным правонарушением, совершенным на территории Республики Казахстан, признается деяние, которое начало, продолжилось, либо было окончено на территории Республики Казахстан. Действие уголовного кодекса Республики Казахстан распространяется также на уголовные правонарушения, совершенные на континентальном шельфе, в исключительно экономической зоне, на судне, приписанном к порту Республики Казахстан и находящемся в открытом водном или воздушном пространстве вне пределов Республики Казахстан, на военном корабле или в военном воздушном судне Республики Казахстан, независимо от места его нахождения. Исключение составляет деяния лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом. Принцип гражданства определяет действия уголовного закона в отношении деяний, совершенных за пределами Республики Казахстан. Граждане Республики Казахстан, лица безгражданства, совершившие уголовное правонарушение за пределами Республики Казахстан, подлежат уголовной ответственности по Уголовному кодексу Республики Казахстан, если совершенное ими деяние признано уголовно наказуемым в государстве, на территории которого оно было совершено, и если эти лица не были осуждены в другом государстве. Военнослужащие воинских частей Республики Казахстан, дислоцирующихся за ее пределами, за уголовные правонарушения, совершенные на территории иностранного государства, несут уголовную ответственность по Уголовному кодексу Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международным договором Республики Казахстан. Иностранцы, лица безгражданства, постоянно не проживающие на территории Республики Казахстан, совершившие преступления за пределами Республики Казахстан, подлежат уголовной ответственности по УК РК, в случаях, если деяние направлено против интересов Республики Казахстан, если они не были осуждены в другом государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Республики Казахстан. И последний принцип, реальный принцип, часть 4, статьи 8 УК РК. Государство распространяет действия своего уголовного закона на преступления, совершенные иностранными гражданами, лицами без гражданства и за его пределами, если они посягают на интересы данного государства. Обратная сила закона. Усиливает наказание за деяние, ухудшает положение уже осужденного лица. Толкование уголовного закона. Это разъяснение, уяснение подлинного смысла и содержания нормы закона в целях ее применения в точном соответствии с волей законодателя. Виды толкования. По субъекту толкования. Официальное дает Конституционный совет Республики Казахстан. Легальное дается органами, специально уполномоченными на это. Судебное дается в руководящих разъяснения нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан. Научное дается научными учреждениями и учеными. По способу толкования. Грамматическое. Для уяснения содержания закона используются правила языкознания. Логическое. Для уяснения содержания закона используются правила формальной логики. Систематическое. Для уяснения содержания закона сопоставляет с другими законами и определяет его место в системе действующего законодательства. Историческое. Для уяснения содержания закона изучается социально-политическая обстановка принятия данного закона. По объему. Расширительное. Придает закону более широкий смысл. Буквальное. Толкование закона в точном соответствии с его текстом, предполагающее совпадение содержания и смысла нормы закона с ее смысловым выражением. Ограничительное. Дает основание применять закон к более узкому кругу случаев, чем это вытекает из буквального текста закона. Благодарю за внимание. Лекция окончена.